Всем привет! Сегодня соберем семантическое ядро для приложения Верф в США в App Store. В этом нам помогут инструменты Asodesk, которые помогут сделать работу гораздо быстрее, гораздо качественнее и помогут ничего не потерять и не упустить среди ключевых слов, чтобы собрать максимально полное семантическое ядро. Прежде чем переходить к сбору семантического ядра, нужно изучить приложение, понять его основную функциональность. Желательно скачать приложение и попользоваться им, но в этот раз обойдемся просмотром страницы приложения. Итак, что мы здесь видим? В приложении Challenge есть 25-дневный план по тренировкам, планы питания, планы для ходьбы и бега, мотивационная музыка, йога, медитация, звуки для глубокого сна и интервальное голодание. Посмотрим, что у нас в описании. В принципе, все то же самое, только еще добавляются танцы. Теперь мы можем приступать к сбору семантического ядра. Для этого переходим в инструмент Keyword Analytics. Сейчас у нас пустое семантическое ядро. Итак, добавляем ключевые слова. Во-первых, у нас есть автопредложение ключевых слов. Пока мы их проигнорируем и перейдем к следующей позиции. Это пропущенные ключевые слова, по которым наше приложение находится на высоких позициях. Чтобы не брать в расчет запросы с нулевым дневным трафиком, можно поставить специальный фильтр. Также фильтр ставится на слова с низкой популярностью в SearchDS. И, кстати, да, здесь есть тоже перевод на английский. Сейчас он для нас не очень актуален, но при работе с иностранными языками он вам очень пригодится. Сразу же хотела бы сказать, что, конечно, лучше рассматривать все же ключевые слова с Daily Impressions даже нулевым, потому что показатели дневного трафика могут очень часто изменяться и какие-то слова, как, например, раньше слово Cyberpunk в России было совсем не популярно. Сейчас оно уже имеет хороший трафик и большую поисковую выточу по нему. В данном случае все-таки, наверное, не будем собирать ключевые слова с минимальным трафиком и посмотрим, что у нас сейчас есть в топ-1. Приложение Верв, естественно, по запросу Верв, Верв Fitness Health Workout и 30 дней. 30 дней фитнеса обычно очень часто и популярное выражение. Итак, можем либо добавлять слова выборочно по одному, возможно, какой-то из этих ключей нам не очень подходит. Или же можем нажимать кнопку Add All, которая добавляет сразу все слова. Переходим в топ-2.5 с выбранными фильтрами. У нас здесь уже побольше слов. Можно сразу добавить все слова, пробежаться по ним глазами, если, в принципе, никакого прям сильно неподходящего слова нет, то для того, чтобы быстро нам заполнить семантическое ядро просто добавляем все. Итак, добавляем буквально все запросы, нажимаем сохранить и скоро они появятся в нашем семантическом ядре. Итак, ключевые слова добавлены, теперь можно переходить к следующей позиции. Это пропущенные ключевые слова, которые есть у наших конкурентов, но их нет у нас. В принципе, если мы знаем список конкурентов, то можем добавить буквально по названиям, а можно просто посмотреть, кто первый по запросу фитнес США. Так, первое приложение от Apple. И просто добавляем всех наших конкурентов. 8, 9. Итак, смотрим. Здесь опять же ключи, по которым конкуренты, данный конкурент это фитнес от Apple в топ-1. Много ключей достаточно, можно установить опять же фильтры, можно опять же переводить ключевые слова и руководствуемся той же техникой, просто добавляем все. Но со всеми конкурентами я вам, пожалуй, не буду показывать, как добавлять все ключевые слова. Но вот по каждому из конкурентов вы можете увидеть прям такой достаточно большой обширный список. Итак, добавили все ключевые слова, которые были нам здесь предложены. Теперь, если попробуем перейти по вкладкам, то везде будет пусто. Переходим к следующей позиции. Это предложение SearchDS. Здесь уже нельзя добавить слова, которые нами были ранее добавлены в семантический дро, однако, как вы видите, что-то еще было упущено. Здесь опять же для удобства можно поставить фильтры, можно сделать перевод и и можно просто вместо того, чтобы пролистывать огромный список, добавить сразу все ключевые слова. И так опять же мы можем идти по каждому конкуренту, добавляя предложенные нам ключевые слова. Итак, добавили все предложенные ключевые слова и переходим на следующую вкладку, анализ описания, анализ текста. Здесь анализируется описание приложения, из него выделяются ключевые слова, которые часто встречаются, которые имеют трафик. Опять же можно поставить нам фильтр. На самом деле больше подходит для Google Play, так как в App Store описание не индексируется, но, однако, здесь можно увидеть какие-нибудь интересные вещи. Вот, например, Sleep. У нас его не было еще, хотя у нас в приложении, например, есть. Музыка для сна, релаксация и так далее. Добавляем. Посмотрим конкурентов. Сразу подтягивается описание их приложения. Здесь же прям можно его очистить и написать что-то свое. Посмотрим третьих конкурентов. Вес. Лос. Очень важное слово. То есть здесь, наверное, все-таки лучше пройти ручным поиском. Вместо того, чтобы нажимать Add All, чтобы найти какие-то прям, можно так назвать даже их, инсайты. Пройдемся таким образом по всем приложениям и добавим ключи, которые мы до этого забыли. Добавляем найденные ключевые слова в семантическое ядро и пока они прогружаются, переходим к следующей вкладке. Здесь можно миксовать между собой ключевые слова. В принципе, вот у нас уже есть предложение. Можно добавить что-то свое. Итак, например, добавим слова Wait, Post, например, Apps. Миксуем их между собой и получаем достаточно много поисковых запросов, которые мы пропустили до этого. Можно просто нажать Add All. Можно, опять же, применить фильтры. И добавить все ключевые слова в семантическое ядро. Также есть вкладка Copy From. Например, если мы раньше работали с каким-то фитнес-приложением, можно просто оттуда достать ключевые слова, которые мы уже ранее собрали. Теперь перейдем к инструменту подбора ключевых слов, который предлагает нам, во-первых, самые популярные ключевые слова, которые мы забыли. Фитнес, воркаут, вейтласс и так далее. Можно просто добавить все. Можно найти лучшие ключевые слова наших конкурентов. Добавляем. Можно найти слова с длинным хвостом или просто длинные поисковые запросы. Также видно, что достаточно много мы упустили. Можно найти слова с маленькой конкуренцией. Это значит, что по тому или иному поисковому запросу мало приложений в поисковой выдаче. Следовательно, легче будет подняться в топ. Ну, на самом деле, все-таки очень востребованная ниша. Самая маленькая, 77, но это из того, что мы пропустили. Также есть слова, которым хорошо продвигаться. Добавляем все из ключей, которые ожидается, что будут в тренде, что их популярность, дневный трафик будет расти. Ну, мы уже добавили очень много ключей. Видимо, просто для этой таблички их не осталось. Вот в данный момент мы уже собрали еще тысячу ключей, которые мы пропустили до этого. Теперь можем перейти в инструмент Keyword Analytics. Сейчас наши добавленные ключи здесь прогрузятся и появятся. Посмотрим, насколько большое семантическое ядро мы собрали. Итак, у нас две с половиной тысячи слов даже больше. Можно заметить, что не все ключи, которые мы добавили кнопкой Add All, нам могут быть релевантны. Но это уже вычищается вручную, так как мы изначально просто добавляли все. Да, теперь вернемся к предложениям нашим. Здесь видно, что еще достаточно много мы не добавили. Опять же нажимаем кнопку Add All и добавляем все, что нам здесь предложено. Таким образом у нас получится огромное семантическое ядро. Конечно, с ним много работы. Но раз мы выбрали путь добавления всего и сразу, то придется потом вручную семантическое ядро редактировать. Либо же действительно все добавлять сразу выборочно, но это тоже зависит от ниши. То есть бывают ниши, где более узкое семантическое ядро, там удобно выборочно все добавлять, потому что в целом не очень много поисковых запросов. Есть широкие семантические ядро, как в этом случае. Конечно, очень много людей ищут, очень много различных поисковых запросов, направлений спорта, вариантов тренировок. Начиная от отдельных частей тела и заканчивая там всякими диетами. В общем-то у нас целых еще более чем полторы тысячи возможных запросов, которые мы можем добавить, и здесь вот еще остались предложенные варианты. Теперь остается, пожалуй, самая сложная, долгая часть. Это, во-первых, ручная очистка семантического ядра от лишних запросов. Во-вторых, инструмент, с помощью которого мы можем найти еще дополнительные запросы, но уже вручную. То есть мы смотрим каждое ключевое слово и смотрим запросы, которые предлагает сам App Store, когда вы начинаете вводить то или иное ключевое слово. И вот здесь, опять же, очень много вариантов. Все их нужно добавить в семантическое ядро. Таким образом, мы посмотрели, как собирать семантическое ядро, как его редактировать, как его сжимать. Это уже тема для отдельного видео. Отдельно хочу сказать, что вам могут помочь очень фильтры. Например, если вы сразу исключите слова с нулевым трафиком и установите такой фильтр, то сразу же у вас семантическое ядро уменьшится, и вам уже изначально будет легче работать. Потому что слова с нулевым трафиком лучше не добавлять в метаданные. Опять же, можно их оставить для дальнейшего анализа. Возможно, какие-то из них подрастут. Просто можно добавить их в новую вкладку, назвать ее условно ноль и добавить все ключевые слова, которые вы нашли, которые нольвые, в отдельную вкладку, чтобы они вам просто не мешали тогда, когда вы будете редактировать семантическое ядро. Всем спасибо. Была рада рассказать вам. Надеюсь, эта информация будет полезна и облегчит, ускорит вашу работу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok